Вы же сами подписали договор. Вас никто не заставлял. Сами согласились. Договор это добровольная воля и изъявление двух сторон. Вы согласились, договор подписали. Да какие могут быть вопросы? Всем привет! С возвращением! Сегодня с вами Вова Возврат. У меня нет такого псевдонима, я только что придумал. И сегодня мы разберем популярнейший вопрос. Зачастую вы хотите вернуть товар, а вам говорят только ремонт. Вы хотите пожаловаться и вернуть товар, потому что у вас сняли больше денег, чем вы заключили в договоре с кем-то соглашение. А вам говорят, что в договоре написано, что могут взять больше. И начинается. Часто бывают такие ситуации, что вы что-то купили, потом все пошло не по плану, вы открыли договор, и оказалось, что все по плану. По плану было, что вы не прочитаете договор, и все будет не в вашу пользу. Так и произошло. Короче, вы сглупили, согласились с условиями, которые даже не почитали. И вот с вас взяли деньги. Что же делать? Ну, рациональный, так сказать, подход, здравый смысл подсказывает. Читать договор заранее. Раз уж не почитал, ну и сам виноват. В следующий раз учтешь и не будешь допускать ошибку в будущем. Сколько раз нам говорили. Всегда читайте договор перед тем, как его подписать. Смотрите, куда ставите подписи. Потому что можете согласиться на то, что вы не хотите. Но в реальности, вопреки здравому смыслу, вопреки интуитивному пониманию данного вопроса, все не так. Это очень странно. Но в большинстве случаев, в большинстве, когда вы согласились с какими-то условиями договора, подписав его, не глядя, на самом деле, они не будут действовать. И вы можете легко вернуть товар. И, соответственно, игнорировать все, что вы подписали. Как такое возможно? Сейчас я вам объясню. Смотрите. У нас есть закон о защите прав потребителей. И в нем есть статья 16. Читаю. Статья 16. Недействительность условий договора, ущемляющих права потребителей. Уже название статьи, вдумайтесь, недействительность условий договора, подсказывает, что есть некие условия, которые почему-то недействительны. Но как же так? Ведь я согласился. Меня никто не заставлял. Я согласился сам. Проявил инициативу. Пошел, прочитал договор. Нет. Но поставил подпись. Да. То есть, неважно, проявил лень или ответственность. Я согласился. Почему же часть условий договора могут быть недействительны? Интересный вопрос. А все кроется в том, что все устроено не так, как вам кажется. То есть, у нас люди какие еще с советских времен, ну, сами согласились, сами, соответственно, виноваты. Но наши законодатели знали, что так будет часто происходить, и подстроили все очень грамотно. У вас есть защита даже от таких действий. Как же она устроена? Читаем. Недействительность условий договора. Условия договора, ущемляющие права потребителя. Итак, условия договора, ущемляющие права потребителя, по сравнению с правилами и законами, и иными правовыми актами, признаются недействительными. Что это значит? Что если вы заключили договор, и в нем есть 20 пунктов, и два из этих пунктов противоречат закону, например, закон защиты прав потребителей, то они не действуют. То есть, вот оставшиеся 18 действуют, а эти два не действуют. Например, вы покупаете товар, там телевизор, там расписаны цена, время поставки, его технические свойства, все это, ну, обычный момент. А также написано, что так как товар является технически сложным, то его можно только ремонтировать. Возврат и обмен невозможен. Вот прямо написано так в договоре. Мы вспоминаем, но подождите, с технически сложными товарами не так все устроено, ведь закон о защите прав потребителей говорит, что его можно вернуть и обменять, если недостаток существенный. То есть, в договоре написано, что нельзя никогда поменять и вернуть деньги. А в законе написано, что можно, если недостаток существенный. Хм, да кто же прав? Федеральный закон о защите прав потребителей. И как раз статья 16 об этом и говорит. Все пункты договора, которые противоречат закону, идут в помоечку. Мы их берем и выкидываем. В помойку. И смываем. В общем, либо выкидываем, либо смываем в унитазе. Получится два разных действия. В чем тут суть? Самый прикол, самая интересная штука, юридическая, что статья 16 закон о защите прав потребителей, в принципе, избыточна. Почему? Потому что она нам говорит, что если вот эти пункты нарушают закон, они не работают. Да, окей, все, у нас появилась дополнительная защита. Но на практике нам и не нужна эта статья, чтобы это было так. У нас есть классификация юридической силы документов. Это значит, что упрощенно говоря, есть, что все законы, которые мы воспринимаем как законы, а на самом деле все нормативные акты, там много разных видов, они имеют разную силу. Например, Конституция самую высшую юридическую силу. Потом идут федеральные законы, дальше областные законы. Где-то тут находятся указы. Указы могут быть тоже муниципальные, могут быть федеральные. Там много разных. И у всех разная сила. Так вот, тот, у кого сила выше, в случае противоречия, тот и действует, у кого сила выше. То есть, если федеральный закон противоречит Конституции, то действует Конституция. Если областной закон противоречит федеральному, то действует федеральный. А если, например, у нас договор, он тоже имеет юридическую силу, притом она самая низкая на самом деле. Если договор противоречит федеральному закону, то мы должны сравнить, у кого же больше юридического села, у какого-то договора или у федерального закона. У федерального закона. Значит, если договор противоречит любому федеральному закону, он в этой части, которая противоречит, не действует. Это относится не только к возврату товаров, это относится вообще ко всему. Правила ЖКХ, приемы в поликлинику, ОСАГО. Вот любые вопросы, которые вы видите, что вам нужно обратиться в какую-то организацию, у нее есть свой договор. Вы видите, что эти права, эти условия договора этой организации по любому вопросу, ну давайте, например, вы хотите зарегистрировать мотоцикл в страховой компании. Это вообще не связано. Вообще-то это связано с защитой прав потребителя, но это больше страховое право. Вот вы хотите зарегистрировать, заключить договор ОСАГО для мотоцикла, а у страховой написано, что она работает только с автомобилями. Вы тут же открываете федеральный закон, всякие там страховые показываете, что никакого различия нет, что есть лишь транспортное средство, которое не делится на автомобиле мотоцикла в ситуации с заключением договора ОСАГО. Обязательно страховой, обязательно гражданская ответственность страховой. И значит вы правы, значит магазин, страховая компания обязана это сделать. Вы приходите в поликлинику регистрироваться, там написано, что запись для иногородних отсутствует, мы только записываем местных. Вы открываете закон, где написано, что это все полная чушь и любой человек в стране, любой гражданин может зарегистрироваться в любой поликлинике. Им это показываете и это противоречит тому, что у них написано в правилах. Очень важно. То есть одна бумажка противоречит другой бумажке. Тогда действует та, которая имеет большую, высшую, выше точнее юридическую силу. Запомнили. Вернемся к защите прав потребителей. Что мы имеем? Все части договора, с которыми мы добровольно согласились, подписали, нас никто за руку не тянул, не действуют. Да, это так. Это лучше, чем вы думали. Знаете, сегодня утром вы проснулись, попили чай с белочкой и ромашкой. И соответственно у вас был чудесный день. Вы посмотрели это видео и вдруг поняли, что день стал еще лучше. Потому что, если раньше вам кто-нибудь говорил, что ты подписываешь, никто тебя за руку не тянул, соответственно, раз подписал, сам отвечай за это. И вы привлекли жить в такой парадигме, то сегодня утром вы узнали, посмотрев это видео, что оказывается нет. Даже если вы подписали добровольно, то это все равно не действует. И вы никому ничего не обязаны, если договор нарушает закон. Прикольно. Прикиньте, как это грамотно сделано. Можно поразмышлять о логике законодателя, зачем это сделано. Как раз на случай, если вы не почитали, если вы заключили эмоционально это, ну какие-то вот факторы, которые не позволили вам принять обдуманное решение. Например, в ситуации дефицита вашей юридической грамотности. Потому что вы редко смотрите мальчика в коробках. Вот. А теперь вы это знаете. Все. Все. Так, давайте жизненно. Как эти 9 минут знаний применить жизненно? Запоминаем. Запоминаем. Жизненно. Жизненно. Как всегда покупаем, ничего не читаем, что мы там заключаем, подписываем. Жили как жили. Нет, конечно, стоит читать. Ну, не читайте и ладно. Если возникла проблема, мы, конечно же, открываем договор. И в этот момент, это как бывает и будет, я вам просто рассказываю. И в этот момент мы вдруг можем убедиться, что оказывается мы выбрали не очень хорошего партнера, там магазин, где купили или услугу. Потому что договор так составлен, что мы что-то как-то, как-то нам не очень. Что-то мы в каком-то минусе. Вроде хотел товар купить или там ремонт заказать. Все. Сделали мне криво. Я решил разобраться. Договор открываю. Оказывается, я сам на все это согласился. И в этот момент, раньше вы говорили, ну ладно, согласился, что уж поделать. Теперь вы говорите, о, подождите, подождите, мальчик говорил, что что-то не так. Мальчик на видео говорил, что в этом случае что-то можно поделать. Открываем закон и смотрим, сверяем, сверяем пункты договора с законом. Если видим, что они противоречат, тогда их игнорируем. А что делать-то? Как понять, игнорируем? Ну, и игнорирую раньше. Дальше-то что? Приду в магазин, магазин скажет, так вот, вы сами подписали ваши вина. Вы говорите, нет, в соответствии со статьей 16, пункты договора, которые противоречат закону, не действуют. И попробуй кто-то на месте магазина возрази. Знаете, потому что это легко проверить. Он такой, так, что там, 16-я статья, дай проверю, что там. Так, придумал какую-то ерунду. Диванный эксперт насмотрелся блогеров. Насмотрелся блогеров. Сами ничего не понимают. Так, что там, недействительность. Условия договора, ущемляющие права потребителей по сравнению с законами, признаются недействительными. И магазин такой, так, подождите, это что нам надо? Так, подождите. Мы вот уже 10 лет работаем. У нас договор такой рабочий. Большинство нежеланных людей отсеиваются благодаря нему. Получается, все, кто знают про эту статью 16, они что, могут сказать, что наш договор, где мы написали условия, похитрее он что? Туфта? Что этот договор в помоечку? И директор вот так смотрит на закон, думает? Надеюсь, немногие знают про статью 16. Но вы-то знаете, потому что посмотрели меня. А? Сколько раз еще ткнул пальцем в монитор? Ладно, вы, скорее всего, с телефона смотрите. Сколько раз еще ткнул пальцем в экран вашего телефона? Вы теперь знаете, понимаете? Директор магазина пишет такой договор, составляет единый, чтобы вам было невыгодно. И это отфильтровывает большинство людей. Но тех, кто знает про статью 16, не отфильтровывает. Вы словно, знаете, словно лошадь, которая бежит, и перед вами бумажная стена. Ее легко пробежать насквозь. Но многие испугаются, развернутся, и все, и сдадутся. А вам всего лишь надо было идти и пробить ее, и легко бежать дальше. Не пугайтесь, не бойтесь, понимаете? Вот это я придумал эпитеты. Вот это сравнение. Метафоры льются в этом видео, словно из рога изобилия. Вот. Это мне нравится. Короче, вы, надеюсь, поняли идею. Еще раз резюмируем самую важную мысль дня. Не все, на что вы согласились, обретает юридическую силу. В случае конфликтных вопросов, скорее всего, большая часть того, на что вы согласились, не действует. Если вы видите, что ситуация идет не в вашу пользу, и вы согласились с условиями договора, которые вам не нравятся, потратьте полчаса, откройте закон и сверьте эти пункты с законом. Я вам заранее говорю, есть высочайшая вероятность, что эти пункты будут противоречить закону, а значит, они не действуют. В случае суда, как только магазин предъявит этот договор, в котором есть пункты, очевидно нарушающие закон, либо сам судья, либо вы можете сразу же апеллировать к статье 16 и сказать, ну, статья 16 же говорит, что это все чушь. И все, вы аргументировали свою позицию статьей федерального закона. На этом вопрос будет закрыт. На этом пункты договора вот так были буквально вычеркнуты будут. Кстати, с некоторых пор за такие пункты договора, которые противоречивают закону, магазины еще и несут ответственность. То есть раньше все, что нужно было знать потребителю, чтобы быть грамотным, это знать, что они не действуют, и игнорировать их. Сейчас магазин, если говорят, что у него в договоре, вот, унифицированном еще есть такие, будто он еще может получить штраф за это. Потому что законодатели смекнули, что грамотных людей мало. Про 16 статью почти никто не знает, как и про юридическую силу. Дай-ка мы еще будем магазины штрафовать за их выдумки, которые противоречат закону. Для вас это дополнительный рычаг взаимодействия, чтобы решить дело в досудебном порядке. Но самое главное, знаем еще разок, повторяем уже 14 раз за 14 минут. Все, с чем вы согласились. Давайте так. Сейчас я вас загипнотизирую. С этого момента вы будете всегда знать вашу истину. Смотрите на экран, смотрите на меня. Все, с чем вы согласились в договоре, но что противоречит закону и не нравится вам, скорее не действует. Поэтому не нужно слепо доверять договору. Нужно его перепроверять. А также мой канал можно поддержать по номеру карты в описании. Смотрите, вот он. Можно его скопировать, вставить, так и написано, Сбербанке Екатеринбург, и поддержать Вову возврат, который сегодня вернулся и снял для вас видео. На самом деле, все спрашивают, куда он делается, почему он не отвечает на вопросы, и почему он не снимает видео, почему? Номер карты в описании. Ладно, я отвечу вам, почему я давно не появлялся. Просто не было времени. Знаете, как-то снимал, снимал видео, потом то, сё, пятое, десятое, и вот я уже давно не снимал. И вот я снова снял. Кто рад, может меня поддержать. Кому нравится моя клоунада, тоже можете меня поддержать. Кто узнал что-то новое, можете поддержать. По принципу я помог вам, вы помогли мне. И жить стало проще, интереснее, полезнее, эффектнее и эффективнее. Увидимся в следующих видео.